Которые также усложняют нам нашу жизнь. Речь идёт именно о случаях похорон. К сожалению, в некоторых местах традиции не позволяют людям, которые потерпят эту утрату, подумать даже о своём умершем. Они должны думать о том, где найти большие сковородки, где найти газовую плиту, на которой можно что-то приготовить. Это что? Сунна пророка, саламу али ассаляму. Пророк, саламу али ассаляму, сказал, Иснау ли али джа'афара та'ам. Когда у джа'афара у них произошла утрата, он установил сунну. Вы, то есть соседям, он сказал, вы готовьте еду семьи джа'афара. Потому что им не до этого. Потому что они должны находиться в трауре три дня. Они должны, почему и физически, и физически эти люди нуждаются в том, чтобы наиболее легко перенести боль этой утраты. И также очень много есть материальных расходов, которые связаны, наложены нашими адатами, которых вори-вори нельзя упускать, для которого нужно чуть ли не в долги залезать. Любые расходы, которые мусульманин делает, даже если садака он сделает, даже если он потратит, построит мечеть, но при этом целью он преследовал хуяля. Что такое хуяля? Это то, что посланник Аллаха запретил. Это значит демонстрация своего статуса, показуха. Это всё становится тщетным и бесполезным перед Аллахом в судный день. Если мы на своих близких и родных взяли в долг и израсходовали какие-то деньги, из побуждений, что же сегодня, завтра мне джамаат скажет? Что же мне люди скажут? Если из этих соображений вори, не дай Аллах потратить хотя бы одну копейку, это пустая трата денег, за которую вы найдёте упрёк в судный день, а не награду. Дай Аллаху Та'алла, чтобы мы истину поняли как истину, и стремились к истине, и любили сунну пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и предпочли сунну выше всяких норм и порядков, которые нам навязывает общество. Ас-саляму алейкум арахмату Аллахи ва баракату. Ас-саляму арахмату Аллахи ва баракату.